Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это династия Стыкеленбург. Вы смотрите 577 серию. Сегодня мы играем нашей основной семейкой. Это у нас линия Лорочки, семья наследника. Вот и сам наш дорогой наследник. А это мама наследника, сестра наследника. В общем, все в сборе. Если вы помните, то Санай у нас уезжала отдыхать на острова, на острова Сулани со своим мужем дорогим. Там они отдыхали и наслаждались жизнью. Да, у нас начался, кстати, праздник урожая. А в это время, пока она отдыхала на островах Сулани, в общем, Бернард чтил традиции семьи и устроил огромную вечеринку Хэллоуин в честь праздника Хэллоуин. И пригласил всех своих родственников и ближайших, и дальних. И думает, что мама ни о чем не знает. Но мама все знает, потому что у нас тут есть шпион в нашей семье, которая обо всем, конечно же, доложила Санай сразу. Но Санай делает вид, что она ничего не знает. Она не хочет, в общем, из-за таких мелочей ссориться с Бернардом. Ну, устроил он Хэллоуин и устроил. В общем, они из-за этого не будут выяснять отношения. Я, ребят, опять взяла Кайли к нам в семью. Не в семью, а в это... В общем, она... Собрание клуба у нас здесь горничное. И происходит собрание, потому что, вы помните, мы на прошлом стриме опять пытались зачать ребенка. Уже два раза мы пытаемся это сделать. У нее не получается. Вы помните, что вот там ситуация с ее мужем. У них квартира там очень в таком убогом состоянии. С работой проблемы, что у нее, что у мужа. Ну, в общем, она уволилась, когда вышла замуж. Но ситуация, в общем, жизненная заставила ее опять прийти работать к Санай. Вот, потому что, ну, денег вроде как больше нигде не платят. Ты как вообще посмело сесть? А ну, быстро встань. Тут сейчас графиня увидит, будет ругаться. Так, давайте мы наших симов немножко поднимем им потребности. Не Тиане, конечно же, в общем, а всем остальным. Так, Бернарду неплохо бы вздремнуть. Да, давайте отправим его поспать. Да, можно даже поспать отправить. А вот ее величество Санай у нас. Ну, тоже может пойти дневной сон, утренний сон. Короче, пусть тоже пойдет поспит. Вот, а я пока... Что я пока? Расскажу, наверное, что-то. Ну, в общем, вы помните, что у нас тут с Кайли. Да, и Санай ей говорит, Кайли, ты же уважай и, в общем, цени то, что я тебе опять взяла. А то умная такая замуж вышла и все. Без меня ты никуда не денешься. Ну, Кайли, конечно, очень опечалена. На самом деле, ребята, я просто не знаю, кого взять опять к нам в горничное. А потому что, ну, ту девушку, которую я хотела взять, я вам говорила уже, не стала называть ее имени и правильно сделала, потому что теперь я ее уже хочу отправить в университет, так как у нее подходящий возраст. В общем, Кайли очень грустная, печаленная. Пришла опять сюда работать. Она хочет немного заработать деньги, чтобы как-то, наверное, подлечиться, чтобы у нее с мужем, ну, наконец-то мог получиться ребенок. А то все не получается, видите, Тиана такая умная, села, с она и нету, села, жрет чипсы или что она там ест? Чипсы с соусом. Да, Дору она ни капли не боится. Дора у нас, видите, сама такая вся порядочная. Слушайте, Дора собралась идти спать в комнату дворецкого. Нет, иди давай присвоить кровать. Ой, это было такое действие или нет? Я не помню. Наверное, это мод у меня. Я просто в последнее время столько модов накачала, а может быть и новое действие появилось с университетом, не знаю. Давайте пусть она тоже пойдет спать и, наверное, поспят пусть наши симы часов так до десяти. Да, они имеют право. У нас в этой семье никто не работает. В общем, семья наследников, огромный дом, огромное состояние. Ну, если, конечно, посмотреть на наши деньги, то такого не скажешь. Нам там, кстати, наверное, уже и счета пришли. Нет, не пришли. И очень удивительно, обычно нам приходят счета, и мы не знаем, чем их оплатить. Но по сюжету это очень богатая семья. Здесь, конечно же, никто не работает. Занимаются своими там какими-то любимыми занятиями. Например, Бернард, он бы мог... Что бы он мог? Он бы мог работать там учителем физкультуры. Он же все-таки там паутинку не убрали. Он же все-таки фигурным катанием занимается. То есть, ну, работать бы они могли. То есть, Дора тоже не особо там рвется зарабатывать деньги, снимаясь в рекламе. Она хочет стать актрисой и берется там только за те роли, которые ей интересны. Вот, так что живут они в свое удовольствие. И сегодня в свое удовольствие у нас, вот, давайте, Санай проснется, и она хочет устроить сегодня праздник. Сегодня у нас, во-первых, день урожая. Давайте попробуем немножко повыполнять благодарность. А что нужно сделать? Чтобы принять участие, вы можете произнести слова... А, нужно с кем-то. Устроить грандиозный ужин, праздничные губномы и украсить. Давайте мы украсим дом. Нужно сейчас купить такую специальную штуку. Украсим дом. И я бы хотела, чтобы наши Симы сегодня, в общем, устроили праздник. И Санай пригласит, ну, кого она хочет. Конечно же, кого она хочет. А кого у нас хочет Санай, сейчас узнаем. Так, и давайте испортить, выбрать праздничные украшения. И украсим дом чем-нибудь таким осенним. У нас уже, конечно же, последние осенние деньки. Поэтому можно и зимним украшать, по идее. Но давайте смесь такую сделаем. Изгородь. Ну, в общем, все поукрашаем. Чтобы было видно украсить... Я даже не знаю, что это оно такое украшает. Карнизы. Лампочки всякие добавим. И фундамент. Фундамент тоже мы украсим. Ну, давайте флажками. Посмотрим, как это сейчас будет все выглядеть. Устроим праздник урожая. И Санай пригласит, конечно же, и те семьи, с которыми она хочет породниться. В общем, как своих будущих родственников, наверное, она их пригласит. В общем, чтобы отметить праздник урожая. И, можно так сказать, попрощаться с осенью. Потому что скоро у наших симов наступает зима. Что-то она долго у нас тут украшает. Да, она тщательно подходит к процессу украшения. На самом деле, это не она украшает. Она тут просто выбирает украшения, какими она хочет украсить наш дом. И вот будет давать задание Тиане, чтобы именно этими украшениями все украсить. Смотрите, она выполнила традицию. В принципе, дальше можно не украшать. Можно попросить Бернарда что-нибудь украсить. И украсить что-нибудь Дору, чтобы у них тоже засчиталось это действие. Давайте пусть тоже что-нибудь они украсят. А мы будем планировать общественные мероприятия. И пригласим... Ой, боже, и паук здесь. Надо это все срочно убрать и продать. Видите, это с Хэллоуина пооставалось. Я не видела. Но Санай у нас знает. Знает о том, что был Хэллоуин. Но она делает вид, что она ничего не знает. Скоро уже к зиме будем украшать наш дом. Потому что у Стекелинбурга скоро зима. И как хорошо совпало, что у нас тоже скоро зима. Я наконец-то выровнялась. И теперь что у нас, что и у Симов одинаковое время года. Бернард должен задуматься об образовании. Но мы Бернарда не будем отправлять в университет. Мне кажется, это поздно. И Дору тоже нет. Дорис тоже нет. Я уже об этом говорила. У нас вот тройняшки наши. Двойняшки плюс Ксавьер. Они у нас будут учиться в университете. Потому что всех я физически не смогу там выучить. Итак, я хочу устроить званый ужин. Мероприятие. Мы не будем цели себе делать. А, и, кстати, цели нельзя, наверное, поставить. Из-за того, что у нас есть праздник. Так, ну, наши организаторы. И пригласим мы... Сейчас я выберу из этого списка тех, с кем хочет породниться Санай. Итак, пригласим мы в гости, получается, Доротею с ее отцом. И пригласим мэра города с ее мужем и сыном. В принципе, все. Специалист по кейтерингу у нас будет Тиана. Ну, и, конечно же, мероприятие будет проводиться дома. Я, кстати, надеялась. Это у нас званый ужин. Мне кажется, они должны, знаете, как-то так, ну, красиво одеться. Дора как-то... Мама ей говорит, Дорочечка, что-то ты, доча, не особо серьезно подошла к этому событию. Ну, быстренько переоденься. Давайте мы найдем какой-нибудь ей наряд поприличнее. Ну, вот, наверное, это платье. Да, они почему-то одевают одежду для вечеринок. Да, было бы логичнее, если бы они что-нибудь другое одели. Так, и приготовить званый ужин. Блин, посмотрите, получается, нужно прям Санай лично приготовить, да, званый ужин, чтобы у нее засчиталось это мероприятие. Вот это да. Ну, ладно, пусть готовит. Так, уже пришел муженек мэра города. Тут, кстати, Жрулька... Жрулька кушать хочет. Давайте мы Бернарда отправим покормить Жрульку. Кстати, Бернард что-то у нас не в духе. Да, ему не особо нравятся вот эти все мамины выкрутасы. То, что мама придумывает всякие званые ужины. Непонятно, кого приглашает. С кем-то она там породниться хочет. Значит, конечно же, Бернарду было бы приятнее увидеть дома не вот этих вот Симов, которых он вообще не знает. Конечно, ему бы лучше пообщаться там, ну не знаю, со своими родственниками какими-то. Особенно, когда они вот такое вот чудят. Слушай, мужик, ну, имей совесть. Это, кстати, муж мэра города. Давайте мы его это... того, ну... Ну, не того, а вот этого. Заставим Сима уйти. Да, иди домой. Ой, что ты пришел тут? Ой-ой-ой. У меня какой-то, наверное, предмет опять... Предмет, в общем, глючит. У меня такое было в доме, где живет Гэнзи. И там, к сожалению, я долго выясняла, почему это сообщение выскакивало. Там ванна была, ну, какая-то поломанная. Так, и давайте пригласим всех Симов за стол. Позвать... Давайте всех, наверное, пригласим. Так, Доротея, папа ее, Дора, Санай, Коди и Лана. Вот. Напоминаю, что это мэр города. Да, она, кстати, знаменитость. У нее, видите, большой уже уровень знаменитости. Она восходящая звезда. Санай хочет с ней породниться, чтобы вот ее сыночек Коди женился на нашей Доре. А, кстати, у Доротеи уже хорошее отношение с Бернардом. У них тут уже любовь-морковь. Поэтому я думаю, что Бернард очень даже рад ее видеть. Вот. Несмотря на то, что мама вот это вот организовывает. Да, Санай говорит, видите, гости дорогие, я лично для вас стараюсь. У меня хоть и большое количество прислуги, но ради таких дорогих гостей я вот лично сама беру и готовлю вам грандиозный ужин. Потому что никому такое вот доверить не могу. Ну, да, и, слушайте, по-моему, она с этим мужиком флиртует. Санай тоже замужем. Но муж, правда, далеко. У нас, кстати, что-то дает кокетливое настроение. Мне это надо найти, но это, скорее всего, ведро. Да нет, это не ведро. А что же они у нас? Ну да, какая-то у нас тут романтическая обстановка. Попробуй теперь найти этот предмет. Ну, это не ведро. Ведро выключено. Розочки? Розочки, по-моему, не дают романтическое настроение. Не знаю, но что-то они у нас все кокетливые. Боже, Санай тут с мужиком флиртует. Но я думаю, что это она просто так с ним хорошо общается. В общем, она рада, говорит, посмотрите, как наши дети уже общий язык нашли. Вот. Она говорит, вы знаете, что уже Доротея с Бернардом встречается? Слушай, встань отсюда. Ничего себе, вы смотрите, что Кайли делает. Уселась тут за стол, видите, или принцесса. Так, как хорошо, что вот есть такие вот кнопочки. Ой, правда, все Симы резетнулись. А, она, получается, тоже как бы гость. Давайте мы ее отправим, скажем, что, мол, спасибо, на сегодня все. Да, заставим Сима уйти. Вот. Санай доготовила грандиозный ужин. Да, и давайте мы пригласим за стол. Нет такого действия, как бы пригласить за стол. Ну, да, давайте, вот. Доротея, Дора, Бернард. Тиану звать не будем. Вот так. Вот так мы сделаем, в общем, и пригласим их всех за стол. Так, а что нам нужно еще сделать? Нужно гномов найти, но гномы еще не появились. И потом благодарность сделать. Так, куда подевался Бернард? Я так хотела, чтобы он немножко с Доротеей пообщался. А он тут уже общается с папой Доротеей. И, ну, в общем... Ну, я думаю, что Бернард рад. То есть, ему Доротея нравится, все дела. Санай, не корми жрульку. Жрульку уже покормили. Так, давайте, пусть они все присядут. Бернард, садись сюда. Ой, он сам, наверное... Да-да-да, он сам специально сел поближе к Доротеи. Вот. Поблагодарим, давайте, ее за посещение. А ну, садись обратно. Садись обратно. Вот. А Дора, наоборот, села подальше от Коди. Он ей совершенно не нравится. Вот. А мама настаивает. Вот. Мама настаивает. Слушай, иди-ка ты тоже. Вообще, посмотрите, что творят. Читы. А, я не могу заставить ее уйти, потому что она здесь живет. Да. Тогда нужно ее хотя бы переодеть. Вот так. Ну, в общем, я думаю, что мэр города, она тоже, ну, не особо хочет, чтобы ее сын там женился на Доре. То есть, ей эта дружба с Санай особо не нужна. Это Санай хочет. Давайте, пусть она рядышком подсядет. Мне кажется, что мэр города, она, наоборот, хочет, там, ну, чтобы сын ее женился, ну, как бы, на той девушке, которую он полюбит. А Санай все равно навязывает свою Дору, говорит, посмотрите, какая она у меня умница, красавица, актриса, недавно снялась в фотосессии, и теперь все модные журналы хотят, в общем, на обложку ее. Она прям, видите, трясется, аж говорит, посмотрите, какая у меня Дора просто умничка. Кстати, ей сложно общаться с мэром города, потому что даже не получается представиться. Ну, как бы, мне кажется, что мэр города ее так немножко игнорирует, но Санай все равно не отчаивается. Она надеется, что даже вот эта знаменитая особа все-таки станет ее подругой, вот, и она выдаст свою дочку замуж за ее сына. Вот, ну, а Бернард тем временем мило кокетничает, можно забрать ключи от дома, мило кокетничает с Доротеей. Давайте мы вот их куда-нибудь... Вообще, наверное, нет, не стоит все-таки у нас мероприятие, пусть поговорят. Может, просто они пойдут где-нибудь там уединяться, поболтают, так, что-то минусы пошли. Можно, кстати, вот напитки какие-нибудь налить, подать ликер. Да, ребят, кстати, я... Ничего себе, посмотрите, какие напитки у нас появились. Я установила мод, очень много модов установила, таких вот мелких, которые добавляют, ну, всякие интересные действия. Например, теперь вот на этом подносе можно всякие даже разные алкогольные напитки вставить. Так что наливай, Бернард, не стесняйся. Так, Атиана все равно сюда уселась, ну и ладно. Так, куда побежала у нас Санай? Санай уже... Ага, отдыхатин. Нет, Татьяна, Санай... Санай спать пошла. Нет, Санай вернись. Я хочу все-таки, чтобы она пообщалась с этой Ланой. Мне кажется, что, ну, на самом деле сложно, да, потому что она не хочет с ней дружить, но мы немножко сейчас почитерим. Вот, и выбрать надо уровень отношений. Вот, с активным Симом. И я хочу, чтобы они стали подружками. Получилось? О, смотрите, все, рассказать забавную историю. Я хочу, чтобы они стали подружками и пошли там вот вместе поболтали, потому что, ну, от Санай сложно избавиться. Кстати, у нас тут стало пусто. Ребят, а чего не хватает? Рояль тут стоял, да? Ну, рояль у нас забрали Ива с Гензи, когда уезжали. Так, давайте группу сформируем с этой Ланой. Пусть пойдут они где-нибудь так поговорят, чтобы их никто не видел. На диванчике пусть здесь присядут. Мне кажется, что здесь стало пустовато. Я помню, что здесь стоял рояль. Рояль мы убрали. Неужели так из одного рояля стало пусто? В общем, я хочу, чтобы вот Санай поговорила с этой Ланой и сказала, вот вы обратите внимание, как было бы, ну, какая у меня дочка классная. И вообще, вот как бы было бы хорошо, если бы ваш Коди, вот, и моя Дора, они бы поженились. Ну, вообще, нужно им, в общем, дружить. Поблагодарим ее за посещение. Вот. Ну, в общем, пришлось мэру города стать ее подружкой. Ну, или сделать вид, что они дружат, потому что от Санай так просто не избавится. Вот. И она говорит, что мы, в общем, рады вас всегда видеть у нас дома. Вот. И приглашаем вас побольше. В общем, нужно как-то, чтобы Дора с Коди куда-нибудь вместе сходили. Так что я им куплю два билета и, в общем, отправлю их. Так что вы на Коди там повлияйте. Ну, Лана посмотрела, говорит, ну, хорошо, вроде неплохая у вас девушка. Пусть они сходят вместе, погуляют, может, понравятся друг другу. В общем, у Ланы просто выбора нет. Коди, кстати, здесь ходит. А где Дора? А, Дора спать пошла. А, Дора, в общем, ну, совершенно... О, гномы появились! Ребята, смотрите! И к кому же это в комнату пришли гномерти? Гномы смерти с гномы с косой. Вы посмотрите, три гнома с косой. Три гномерти пришли именно к Санай в комнату. А что нам нужно сделать? Уважайте дружелюбных гномов и дарите им подарки. Успокоить гнома. Дать пирог. У нас пирога нет. Ой, пропали! А, нет, это они только появились. Все нормально. Они только появились. Давайте. Я хочу, чтобы засчиталась вот эта традиция. Да, засчиталась. Отлично. Смотрите. Боже, их больше! И именно к Санай в комнату. Один, значит, голый пришел. Гном. Наверное, рассчитывает, что она четвертый раз замуж выйдет. И пять гномов с косой. В общем, намекают, что, по-моему, она слишком уже долго живет. И, по-моему, больше никому в комнату не пришли. Да, только к Санай пришли. Ой-ой-ой. Пришли за ней гномерти. Так, ну давайте, наверное, выполним эту традицию. Хотя, так, Бернард. Давайте Бернард пусть пойдет и петь вместе. У Бернарда, по-моему, не активна эта традиция. Что-то он не может только пнуть, может, гнома пнуть. Наверное, пнуть не засчитается. Не засчитается? Ну и ладно. Так, у нас тут Тиана отдыхает. Я хочу найти Доротею. Вот, Доротея здесь. И хочу, чтобы провел с ней время Бернард. Ну, пусть они пообщаются где-нибудь. Хотя, блин, она реально красивая. Как думаете, у них красивые дети будут? Если вдруг бы там у них что-то получилось. Я не могу сказать, что там Бернард прям в нее влюбился. Но она ему действительно очень нравится. И поблагодарить за посещение. Смотрите, благодарность. Он игнорирует эту традицию. В общем, у Бернарда праздник урожая не удастся. Но у него за то что-нибудь другое удастся. Давайте парой станем. Все-таки они уже должны официально встречаться. Он уже официально расстался с Эмми. И уже давно у них хорошие отношения. Так что вполне нормально, если они станут встречаться. Так, где тут Дора спит? Ага, я забыла. Я Дору спать отправила. Ну, видите, с Коди как-то все сложно. Потому что он все время убегает. А, он здесь танцует. Ну, Дора просто не хочет с ним быть. Я бы просто хотела, чтобы сейчас Бернард и Доротея у нас уединились где-нибудь. Боже, где им тут уединиться в этом доме? Даже не знаю, ребят. Давайте он ей предложит куда-нибудь сходить. Точно, мы оставим их всех здесь. И закончим мы этот званый ужин. А Доротею мы попросим сходить. Вообще-то я хотела настоящее свидание устроить. То есть именно на свидание. Тем более они в таком вот кокетливом настроении. И хочу отправить на свидание. Вот, пригласить на свидание Доротею. Смотрите, у него там, по-моему, было действие еще и Кайли. Или Калию. Калию пригласить на свидание. Ну, вампиршу ту, которая. Так, смотрите, Тиана даже не только мы ей платим. Она нам даже платит что-то. 307 миллионов заработала. Так, давай, приглашай девушку на свидание. В общем, не получается у Доры с Коди. И Санай по этому поводу вообще расстроена. Ведь у нее аж голова разболелась после этого званого ужина. Ну, она думает, что теперь заставит. Прям вот Дори скажет, мол, иди на свидание с Коди. Нужно будет обязательно им устроить свидание. Тут, кстати, вот у меня 100 лет уже стоит какое-то заведение. Все, Сима подправляла, собиралась туда отправить. И забыла. Все забываю туда отправить. И вот еще какой-то ресторан. А нет, этот ресторан я помню. Надо бы куда-нибудь их отправить. В какой-нибудь ресторанчик. Так, в Стрэнджер Вилле ресторанов нет. Где я там ставила рестораны? Да, кстати, куда же Бернард может пригласить Доротею? Вот у нас есть High Class Restaurant. Вот, и мне кажется, что это заведение как раз одобрит Санай. Это, наверное, самое такое гламурное, не знаю, как сказать. Но, в общем, это такое престижное заведение. Самый дорогой ресторан. И поэтому вот он ее поведет туда. Потому что он немножко такой, отчасти, как Санай. Я имею в виду по характеру. Ну, конечно, от Лукаса ему там досталась кое-какая доброта. Но все же... Нет, он, в общем-то, позитивный, мне кажется, персонаж. Но от Санай тоже ему вот... О, Густав у нас здесь уже подрабатывает. От Санай ему тоже досталась такая, знаете, любовь немножко выпендрится. Любовь к хорошим вещам. В общем, к хорошим ресторанам. Кстати, он у нас оделся тоже как-то не очень по событию. О, вот так. Вот так намного лучше. Вот, и давайте пойдем закажем столик. Вот, чтобы они с Доротеей вместе пообщались. Дождь, конечно, идет. Погода, конечно, не очень сегодня. О, Доротея уже здесь сидит. Но на них, в общем, дождь не капает. Самое главное. Я надеюсь, что им не холодно. Ну, я думаю, что не холодно. Так, хочу как-то стены поднять, чтобы красиво было. Ага, ну это я совсем уже подняла. Тогда будет летать у меня камера. В общем, чтобы вам было хорошо видно. И давайте сделаем заказ. Заказ для стола. Ну, что-нибудь такое тоже подороже, как любит Бернард, как любит мама его. Так, ну и можно вот два бокала красного вина. И что-нибудь такое прям вот экзотическое. Это у нас, по-моему, вот одобрено шеф-поваром. Да, то есть самые такие крутые блюда. Давайте вот этот Доротеи закажем, а этот для Бернарда. Так, душевно поговорить, обсуждать еду. Ну, давайте немножко повыполняем эти действия. А то мы совсем как-то вот это ничего этого не делаем. Основная цель пообщаться с персонажем на свидании. Кстати, по-моему, это их первое свидание. Они еще даже не были в ресторане никогда. Ну, в смысле, в таком прям официальном свидании. Флиртовать. Они что, так парой не стали? Я, по-моему, давала им задание стать парой. Наверное, недовыполняли они его. Да, заказывает у нас тут что-то Бернард. Много давайте сразу дадим им действий пообщаться. Потому что тут 10 раз нужно пообщаться. Еду пока обсуждать не можем, потому что еду еще не принесли. Вот, дать совет по отношениям. Посмотрим, кто у нас здесь. Вот это я вот обожаю смотреть, кто у нас пришел. Смотрите. Я прям не могу. Фиби, получается, с няней пришла. С няней своего сына. Они, в общем, нянчили-нянчили Мигеля. А потом устали. Уложили его спать и говорят, слушай, пойдем по стаканчику хряпнем. Потому что воспитание детей это тяжело. В общем, очень люблю я смотреть, кто у нас тут приходит. Но это, к сожалению, сгенерированные Симы. Не очень интересно смотреть этот Тесс. Тесс пришла тут сама. Может быть, семья еще где-то на подходе. Так, давайте пожалуемся на праздник урожая. Не удался он у Бернарда. Но зато, может быть, что-нибудь другое удастся. Давайте. Душевный разговор. Кстати, нужно два раза душевно поговорить на свидании. И шуточку может какую-нибудь рассказать. Ага, Тесс пришла со своим мужем и дочкой. Кстати, дочка у нее прям красавица. Я ее тоже собираюсь отправить в университет. Да, обязательно. Смотрите, какая она красивая. Вот, ну, признаться честно, я так ее, ну, как вы говорите, шипперю немножко. Или с Элиотом, или с Ксавьером. Наверное, больше с Элиотом. Но вот с Ксавьером было бы немножко так символически, потому что ее мама так, вроде как, с Нейтаном общалась в свое время. Так, уже у нас темно. Свет включили. Давайте еще позаигрываем. Надо еще один раз душевно поговорить. Кстати, еду до сих пор не принесли. Обратите внимание. Долго несут еду. Так, еще один душевный разговор. Так, о, боже, Тесс уже тут разделась. Что-то в последнее время, это может быть у меня мод тоже какой-то скачен. Стали симы оголяться. Там, где не следует Барри, Золдик и, наверное, его жена. Я думаю, что да. Наверное, просто я фамилию не поменяла. Я уже, ребята, так запуталась в своих симах, что часто их путаю. Это Тим. Вы помните Тима. Он у нас Эми совращал. Но не то, что это. Это, в общем, он подставил Эми, и они из-за этого разошлись с Бернардом, Густав, муж Виктории. А это кто такой? А это кто такой? Я тебя не знаю. А, это ресторанный критик. Он тут ходит, оценивает работу ресторана. И Патриция, в общем, я уже о ней говорила. Так, ну и возвращаемся к нашим влюбленным. А, вот почему. Еду-то они... Еду-то они уронили, поэтому еду и не несут. Но все равно у нас пока есть время. Так, душевно мы поговорили. Я хочу... Давайте про книги поговорим. Ему, кстати, по-моему, у него есть, да, черта характера от Лукаса, любовь к книгам. Да, он книжный червь. Это ему досталось от папы. Скептик ему, ну, будем считать, что от мамы досталось. То есть так, он наполовину немножко Лукас, немножко Санай. Все собрал в себе. Вот, но все же я считаю его в целом позитивным персонажем. Так, и романтика. Нужна нам попытка соблазнения. Долго несут еду. Но мне кажется, Санай... Ой, Санай. Видите, я его уже даже мамой называю Санай, говорю на него. Но он не будет сейчас ругаться, потому что не хочет портить свидание. У нас тут действие, конечно, обсуждать еду. Давайте пока дадим им действие, чтобы они у нас стали парой. А то выясняется, что они у нас еще даже не пара. Так, еду мы типа ждем до сих пор. И не ругаемся, да? Могут ли, интересно, они стать парой, пока им еще еду не принесли? Сейчас попробую немножко промотать. Нет, наверное... Ага, могут, могут. Наверное. Тут, правда, конечно, музыка играет, и гостей куча. А он ей тут парой предлагает стать. Ну, ничего, он ей так... Ой, 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 блин, хотела сфотографировать, забыла, не успела. Ну, в смысле, не забыла, не успела. Доротея становится девушкой Бернарда. Ну, вот. Так, мы ждем еду или нет? Ждать, ждать, когда принесут заказ. Что-то не несут нам еду вообще. Что-то, что-то странное. Во, это, наверное, нам. Скажи, что это нам, потому что мы очень долго ждем. Все, отлично, наконец-то нам принесли еду, и они смогут нормально сесть и поесть. Все, заказ готов. Приятного аппетита. Все, и выпить, и поесть. Вот, теперь нужно скринчиков понаделать. Хороших, красивых. Давай ешь. Есть и изучать экспериментальное блюдо. Да, кстати, если персонажи... Видите, он сразу сфотографировал, выложил, наверное, в Instagram. Если персонажи изучили это блюдо, когда ели, то они могут научиться его готовить. Вот такая вот фишка присутствует. Но я думаю, что Бернарду это не пригодится. Я не думаю, что он будет там блюдо это готовить. Смотрите, сразу махом бокала сушила. Бернард делает снимок, а снимок находится теперь в его багаже. Кстати, он у нас там пытается стать знаменитым или нет? Что-то не очень у него получается, да? Надо бы как-то заняться его знаменитостью. Боже, и единицы негде. Я бы хотела, чтобы они поели и как бы, чтобы никто им не мешал. Сейчас посмотрим. Есть тут такое какое-нибудь место, где им никто не будет мешать? Походу, нет. На улице холодно. На улице холодно, свидание подходит к концу. Так, а вот это все не вынесли, не убрали. Дождь на улице идет или дождь уже закончился? Нет, идет. К сожалению, идет дождь. Бернард выясняет, что красный нектар отлично подчеркивает вкус еды. Да, видите, пока он ел вот это экспериментальное блюдо, он там чему-то научился из кулинарии. Так, теперь можем, наверное, обсуждать еду. Чувствую, свидание у нас будет на серебро. А, это ж не в романтике, это в дружелюбных действиях. Ладно, ну ее эту еду. Я хочу, чтобы они подошли сюда. Ну, уже почти все ушли. Мало очень посетителей в кафе, в ресторане. Так, хватит жрать. Вставай. Очень важный момент. Очень важный момент. Вставай, давай. Давайте розу ей подарим. Отличное свидание, видите. На серебро, ну, все равно хорошо. Неплохо, скажем так. Так, кстати, ей можно что-нибудь подарить. Боже, а у нас есть что-нибудь? Эту, кстати, рыбку зовут Санай. Давайте наушники ей подарим. Нам все равно не надо. Так, сделаю немножечко снимков. Снимков. Красиво они, кстати, смотрятся, выглядят. Так, пусть подарочек ей подарит. Вот, посмотрим на это все дело. Ну, она, кстати, очень красивая. Ой, сразу подарочек, видите. К помолвке. Ну, как вы считаете, они хорошая пара? Я не говорю, что... Ой, смотрите, она ему в ответ прям розочку дарит. И она ему прям в ответ... Ну, сейчас мы жениться не будем. Да, что-то нам про знаменитость пишут. Смотрите, она ему даже какой-то особый подарок вручает. Стишок еще какой-то тут написала. Все, они помолвлены. Я думаю, что Санай будет рада. Не просто рада, а будет счастлива. Безмерно счастлива. Ну, в общем, такая у нас серия получилась. Как считаете, хорошая пара или нет? И я, кстати, не говорю, что на этом заканчивается сюжет с Бернардом. Вообще, пора уже развивать все эти события. Идите дальше, садитесь, кушайте там. А, у них уже закончился. У них... Давайте еще раз закажут пустого. В общем, дальше продолжаю. То есть, он встал, сделал ей предложение. Но вместе с Доротеей. Ага, свидание закончилось. И типа, как бы, она считается, что она ушла. Ну, она ушла и ушла. Ладно. В общем, тогда буду заканчивать на этом серию. В общем, она ушла, а он себе... А, нет, не ушла. В общем, они еще себе по стаканчику решили заказать. Все, пусть дальше сидят. Отмечают. Я не говорю, что на этом заканчивается сюжет. И все, у меня есть кое-что еще интересное для этого персонажа. Все-таки это не просто персонаж. Это главный персонаж в династии. Потому что это наследник. Вот. И хочется еще кое-что там придумать. Ну, в общем, посмотрим. Потому что свадьбы-то еще не было. Они просто у нас... Просто Бернард сделал ей предложение. Она согласилась. Но свадьбы еще никакой не было. Вот это раз. Ну, а во-вторых, ну, посмотрим. В общем, хочу я еще там что-то с Бернардом помутить. А насчет дальнейших серий, то будем играть в университете. Потому что наши тройняшки, двойняшки плюс Ксавьер. Уже там, наверное, уже им можно поступать. Будем им и играть. Возможно, буду устраивать стримы. И стримить мы будем как раз-таки в университете. Чтобы они в университете быстрее качались. Так что, я надеюсь, что серия вам понравилась. Если вам она понравилась, то можете поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока-пока-пока.